Всем привет! И сегодня я на Скалодроме Болдервельт Мюних Ост. И сегодняшняя идея ролика заключается в том, что я хочу выбрать 10 самых интересных трасс, не обращая внимания на категории, пролезть вам и показать их. И помимо пролаза, еще рассказать про расклады. Про то, почему так надо располагаться, а не по-другому. Какие использовать технические элементы, чтобы пролезть трассу. Я надеюсь, что это видео окажется не слишком длинным, его будет интересно посмотреть. И вы узнаете, во-первых, какие-то новые интересные технические элементы, а во-вторых, вы узнаете чуть больше про накрутку трасс в Европе. И в каком стиле они крутят. Это будет полезно в большей степени рутсетрам. А про расклады будет больше интересно тем, кто хочет совершенствовать свой уровень лазания. При этом трассы я решил смонтировать в порядке возрастания. Вначале идут трассы с самым простым раскладом, и затем расклад становится все более и более интересным. Как вы уже поняли, у меня нет какой-то цели залезть тяжелой трассе или очень простой. Я наоборот, выбираю те, которые мне очень нравятся. И эти союл зацепки, я их обожаю. Они очень классные. На 10 место я поставил трассу 6Б по зеленым союл зацепкам, потому что она выглядит очень интересно. А еще мне понравилась подцепка на скан, потому что благодаря этому элементу намного легче перенести правую руку на большой рельеф и также дохватиться до ее верхней части. Но единственный минус это, конечно, финишная зацепка. Она сильно выделяется, потому что она другого бренда и другого цвета. Девятая трасса. И это у нас лежачка. У этой стены угол наклона 5 градусов. Это значит, что на этой стенке достаточно легко располагаться, не используя руки. И именно этим трассам мне понравилось, потому что несколько перехватов невозможно использовать руки. Необходимо сменить ноги, при этом постоянно балансируя. И затем необходимо аккуратно перевалиться правой рукой на синюю зацепку. И только после этого можно поставить правую ногу, потому что правая нога достаточно плохая. Она плоская. И если поставить правую ногу, не упираясь предварительно правой рукой, то вас откинет от стенда. Затем остается последнее финишное движение. Но чтобы его сделать, необходимо поставить левую ногу. Для этого я смещаю центр тяжести как можно правее. Даже трение помогает немного сместить центр тяжести, благодаря чему я разгружаю левую ногу. И у меня получается поставить ее на следующую зацепку. А также финиш достаточно интересное движение, потому что финишная зацепка абсолютно без трения. Она настолько плохая, что ее вообще невозможно поджать. Именно поэтому она и занимает девятое место. Восьмая трасса. И здесь интересное вставание в самом начале трассы. Необходимо притянуть таз достаточно сильно к стенду. И одновременно с этим необходимо разжать два рельефа. Благодаря чему вы компенсируете отрывание от стены и принимаете стабильное положение. После чего аккуратный долаз по маленьким и достаточно плохим зацепкам. Обратите внимание на финиш. Я достаточно высокий, поэтому могу финишировать с нижней ноги. Я считаю, что это небольшая ошибка подготовщиков, потому что с ней прорезть трассу намного проще. Седьмая трасса. И мы переходим к более сложным и более интересным трассам. Одна из интересных трасс категории номер семь. Старт две зацепки. И здесь слева есть активничек. Этот актив нужен для того, чтобы можно было себе таз протянуть налево. Именно из-за этого начинает работать левая рука. И благодаря этому вы вылетаете на следующую зацепку. И если бы не было с левой руки, было бы крайне тяжело перенести центр тяжести левее. Итак, я стартую. И во время старта я пытаюсь отвести таз как можно левее. Благодаря этому начинает держать вторая зацепка. Шестое место занимает трасса по флетхолдер-рельефам. Достаточно силовая, но при этом и очень техничная. С цифрой К8, старт две руки и достаточно плохой рельеф. Для того, чтобы нельзя было себя притянуть ногами к стенду. Из-за этого приходится прыгать сюда по параболе. Ловить щипок и дальше уже достаточно силовой долаз. Но менее коррекционный. Я предпочитаю создать полга правой ногой. Благодаря которому я сдвину центр тяжести ближе к стенду. И будет легче удержаться на рельефе. Здесь, чтобы делать следующий перехват чуточку проще, я опираюсь правой ногой. Благодаря этому меня не раскрывает. Я сдваиваюсь на правом вертикальном рельефе и перебираюсь руками повыше. И затем еще одно более сложное движение. Необходимо взяться правой рукой за актив. Он достаточно плохой. Именно поэтому я правой ногой упираю в стенку, чтобы меня не откинуло. И после того, как я сдваиваюсь, я перебрасываю левую руку на левый маленький актив. И одновременно с этим подцепляюсь правым носочком. При этом стараюсь делать это движение максимально медленно. Чтобы у меня образовался минимальный рывок. Затем захватываюсь. И уже после этого идет долаз. Потому что предпоследняя зацепка ручка и финишная зацепка еще больше. Шестая категория. И здесь очень классное движение. Потому что здесь нужно встать на пассивный рельеф. Просто без рук. Это не сложно, если правильно передвинуть центр тяжести. Обратите внимание, что во время вставания я наклоняюсь немного влево. При этом увожу левую руку левее, а правую ногу правее. Благодаря этому намного легче балансировать на рельефе. Вообще на вертикалях таким образом намного легче находить баланс. И вторая часть достаточно интересная. Здесь можно сделать двумя вариантами. Либо левой рукой, либо правой рукой на финиш. Я предпочитаю левой. Так что, да, получается прикольная подстановка правой ноги. И почти на баланс здесь стоишь. Синяя трасса по флетхолд зацепком. Здесь есть интересный перехват. Четвертое место в моем рейтинге занимает трасса с очень интересной перестановкой ног. Сначала необходимо поставить пятку, затем подцепить носок и после этого поставить пятку на следующую зацепку. Достаточно интересный переход, при этом по-другому делать намного сложнее. Также обратите внимание, перед финишем необходимо подцепить правый носок, благодаря чему левая рука и правая нога стягивают друг друга и финишируют намного проще. Зеленая трасса по гигантским рельефам. Честно говоря, я не знаю бренд этих рельефов. Но трасса выглядит очень интересно. Возможно, на первый взгляд вам и не покажется, что эта трасса должна занимать третье место. Но вы когда-нибудь лазали подобным раскладом похожей трассы? Я лично нет, именно поэтому добавляю ее на третье место. Очень понравился расклад, когда нужно распиреться ногами и спиной. Такое встречается крайне редко. При этом руки вообще можно не использовать. Просто распираетесь и поднимаетесь как слезняк. Это я нашел проход. Маленькая пещера. Идеально для детей, как обычно. Ставь лайк, если помнишь предыдущие видео. Черная трасса по огромному количеству разных брендов. Старт полусидя. И эта трасса точно занимает второе место в моем списке. Потому что вся трасса полностью стоит из очень интересных элементов. С самого старта до самого финиша. Все движения необычные, интересные. И постоянно нужно думать о своих конечностях. Вы не можете просто расслабиться и залезть ее рукоходом. Или использовать только ноги. Постоянно нужно сжимать все на компрессию. Подцеплять пятку или носочек. Эта трасса действительно интересная и очень полезная для обучения техники. Одна из самых интересных трасс на слэбе. Синяя трасса фоблепил с зацепком, рельефом. Стар две руки справа. И надо дотянуться до того синего рельефа. Помимо того, что туда просто нужно дотянуться. Правая рука достаточно пассивная. И необходимо подцепить носочек. После чего есть несколько вариантов. Но самое интересное это перепрасывание правой ноги. То есть вам необходимо перепрыгнуть. И при этом держать центр тяжести как можно левее. Чтобы правая пассивная рука всегда работала в откидку. После этого выжимаетесь и финишируете. И финиш тоже достаточно интересен. Потому что просто так его поджать не получится. Его необходимо просто коснуться. И для тех, кто досмотрел до конца. Нулевая последняя бонусная трасса. По факту она 11. Здесь очень интересный старт. Необходимо стартовать с левой ноги. Правой ногой подцепиться. Чтобы правая рука начала работать. После чего необходимо перенести центр тяжести на левом. Чтобы можно было поймать левой рукой откидку. И правым носочком подцепиться за другой подхват. После чего я упираюсь правой рукой. Чтобы разгрузить левую ногу. После чего я уже могу поднять левую ногу. И совершить прыжок. При этом когда вы прыгаете с глянцевой зацепки. Необходимо грузить зацепку строго перпендикулярно рабочей плоскости. Иначе нога соскользнет. Ну и дальше уже до вас. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь вам понравился подобный формат видео. Не забывайте ставить лайки. Писать комментарии. А в комментариях можете написать. Какой зал посетить. Чтобы снять топ 10 самых интересных трасс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok